Девушки отдыхают Спустя годы свое призвание все-таки нашла в творчестве Знакомьтесь, Анастасия Лотарева, инженер горного дела, специалист по геодезическим измерениям А теперь и дизайнер, она создает авторские украшения и аксессуары Настя родилась в Казахстане в семье педагогов Ее папа военрук, а мама учитель химии По словам девушки, с детства она была обучена военной дисциплине и химической точности Кажется, что дети учителей имеют множество привилегий по отношению к своим одноклассникам Но нашей героине было совсем не просто учиться в классе, где преподавала ее мама Я помню, когда были и проводились у нас олимпиады по химии Я набирала, допустим, самый высокий бал Маме приходилось немножечко занижать мне бал, рассказывая по секрету Чтобы, допустим, остальные ученики в классе не сказали, что она какой-то блат провела То есть как-то мне помогла Хотя, конечно, естественно, если мне что-то было непонятно по химии, я всегда шла к маме и спрашивала Поэтому я хорошо по химии понимала, решала и занималась Наверное, поэтому у меня были хорошие оценки Но и в домашней обстановке Таисия Павловна оставалась учителем Из-за этого у Насти даже образовался комплекс отличницы И тем не менее она благодарна матери за данное воспитание Удивительный человек, она очень много в нас вложила и души, и здоровья, и жизни Она сделала очень много для нас со старшим братом Поэтому где-то в дальнейшем жизни я так теперь уже, став мамой, я понимаю, насколько она нам помогла Тем самым, что у нас была дисциплина Что касается отца, Настя называет себя папиной дочкой Между ними с самого детства были теплые доверительные отношения Я похожа на папу, я очень его люблю У нас очень доверительные с ним отношения Какие-либо важные решения я всегда могу позвонить, я всегда могу обсудить Такая поддержка, я знаю, что у меня есть всегда такое мужское плечо Есть такая вот, ну просто даже поддержка мужская И я вот прям очень папе благодарна за такие отношения К сожалению, родители нашей героини разошлись, когда ей было 15 лет Но это никак не отразилось на их взаимоотношениях с дочерью Несмотря на то, что у родителей закончились отношения, закончился брак Папа всегда был рядом, он всегда поддерживал морально, материально Ну то есть он вкладывал в нас и душу, и все, что можно было Когда Настя стала старше, она увлеклась шахматами Но по собственному признанию устала нервничать и думать на 10 шагов вперед В итоге ушла играть в настольный теннис и доигралась до кандидата в мастера спорта Я играла настольный теннис, да, тоже пыталась заниматься большим теннисом Но у меня случилась травма колена, поэтому я ушла в маленький Это все закладывалось папой больше Ну мама тоже достаточно спортивная женщина всегда была Она любила лыжи беговые всегда Они вместе с папой по молодости рядом был лес И они вот ходили, прокладывали лыжню И нас как-то даже за собой таскали, когда мы уже подросли Шуструю и активную Настю часто принимали за мальчика Этому восприятию способствовала и ее короткая стрижка Которая появилась благодаря папе Мама попросила как-то раз папу отвезти меня в парикмахерскую Подстричь мне челку А было лето, было жарко И папа решил, что ребенку хватит мучиться И он пошел и отрезал мои золотые локоны И отрезал так, что у меня была стрижка вот как под полубокс У меня такой был сзади бритый затылок Вот такая немножечко шапочка Мне нравилось, мне было не жарко Мне было весело Я тогда еще не понимала, какая была трагедия для мамы В общем, вот И мама, конечно, даже плакала Я так помню, что для нее было это ужасно Но я была счастлива После школы Настя мечтала поступить в институт на дизайнера Однако родители и дядя инженер сказали, что сначала нужно получить профессию, которая прокормит Таким образом девушка пошла учиться на геодезиста-картографа Так как я родилась в Казахстане Соответственно, в политех, в Казахстане, в городе Караганде я училась Соответственно, на отделение геодезии и картографии я поступала Тоже с этим было связано Вот как-то родным казалось, что это даст возможность мне обрести хорошую профессию Такую основательную, которая сможет меня прокормить Спустя год за отличную учебу Лотаревой предложили бюджетное место Но уже на факультете горного дела Так она перевелась на маркшейдера Можно сказать, расширила специализацию Поскольку маркшейдер может работать и на земле, и под землей В основном работа заключается в замере Объема пород различных, в расчетах, в прокладке Если, допустим, говорим о шахтах, это прокладка, выработок Как выяснилось, маркшейдер не только опасная профессия, но и крайне ответственная Ведь от точности его расчетов зависит порой человеческая жизнь Допустим, угольное тело, да, оно залегает на определенной глубине И идет с одной стороны выработка и с другой стороны выработка И эти выработки должны точно-точно встретиться То есть маркшейдер должен правильно указать расчеты, все координаты Чтобы выработка проложилась, чтобы она прошла И чтобы те люди, которые с одной стороны копают и с другой стороны копают Они встретились, а не получилось, что это вот так вот, да, то есть Это большая ответственность? Конечно, это очень большая ответственность и очень большой труд Однажды на практике с Настей и ее маркшейдерской группой Произошел случай, который чуть было не закончился трагедией На глубине почти одного километра их едва не задавил экскаватор Все решало доли секунды абсолютно Он нас не слышал, потому что, как правило, им выдают резиновые беруши Они затыкают уши Плюс работает, плюс гул техники, работающая техника вообще абсолютно Ну, слышимость нулевая Вот, поэтому он был парень такой, я еще помню, очень активный Очень такой бойкий Ему нужно было закончить смену, очень быстро, я так понимаю И он сильно надавил на газ И, значит, мы понимаем, что на нас летит экскаватор этот ковшовый И мы понимаем, что он не как бы, даже если он сейчас начнет тормозить Он просто нас, ну, как бы, все равно снесет А там у нас было человек, наверное, 8-10 Целая, ну, как бы, команда И хорошо главный маркшейдер догадался Он там снял сказки, ну, естественно, все в касках Снял сказки-фонарь и помайковал ему Вот, он тогда просто вот увидел, что там что-то мигает вдалеке, да И вот он остановился Но остановился там порядка 15 метров от нас Это не так много Вот, у меня, конечно, пронеслась жизнь перед глазами Я жутко испугалась Потому что я понимаю, там все кричали Пытались до него докричаться На панике были И главный маркшейдер, и инженера, которые там уже проработали по 30 лет То есть я по их реакции поняла, что очень неординарная ситуация И нужно переживать По окончанию бакалавриата Насте предложили поступить в магистратуру РУДН На кафедру нефтепромысловой геологии Но для этого требовалось сдать сложные вступительные экзамены Упорная девушка набрала 93 балла из 100 возможных Родители отпустили Настю легко, так как доверяли дочери В Москве у девушки были родные Но она, привыкшая к самостоятельности, жила в общежитии И даже успевала подрабатывать Период учебы в Москве стал, по признанию нашей героини, для нее переломным Многолетний духовный поиск, по милости Всевышнего, привел ее в ислам Видимо, смена обстановки, смена места До многих вещей, куча всяких произошло И я начала уже как-то задумываться, духовно приходить к тому Что, да, наверное, все-таки ислам это истина То есть камертон моей души, он сработал именно на звучание ислама То есть все какие-то догмы, да, можно так сказать Какие-то вещи Да я даже не знаю, как это описать Потому что я не могу это объяснить словами Я просто это почувствовала Я почувствовала, что вот, да, я готова Ислам помог Насте расставить жизненные приоритеты Теперь она четко понимала, что ей нужно и кто ей нужен При выборе там спутника жизни, при выборе отца своим детям Я понимала, что это должен быть такой-то, такой-то мужчина С ним мы будем строить семью Это будет основано на наших ценностях На наших религиозных взглядах Это очень важно Потому что, к сожалению, я очень рада, что замуж я вышла спустя несколько лет После того, как ислам приняла Потому что у меня это все произошло, прошло, как бы, я пропустила все через себя Это все было достаточно осознанно Вот, я уже потом понимала, кто мне нужен, как это все и с чем это едят Как правило, самые важные события в жизни случаются неожиданно С будущим мужем Настю познакомили их общие друзья И Шару так понравилась девушка, что он сделал ей предложение на 17-й день знакомства И она согласилась И мой муж, я помню, мне, конечно, приглянулся Он мне очень понравился Но я вот в нем очень ценное качество заметила Он очень, ну, чувствуется, что человек порядочный И очень такой рассудительный и умный Потом я видела, как с ним общаются его друзья Как с ним общаются его племянники, на вы То есть я видела, что это неспроста, да, люди, как бы, ну Так уважительно к человеку относятся Я с разных ракурсов посмотрела Конечно, наверное, многие скажут, что 17 дней знакомства Не достаточно для того, чтобы решиться на такой важный, грандиозный шаг Да, как вот связать свою жизнь с человеком Да, на 17-й день мне муж сделал предложение И я согласилась Но я до этого, да, но я до этого, я вот почувствовала, видимо И я читала стихару Стихару намаз несколько раз И мне пришел ответ и во сне И я так просто почувствовала, что это мой человек И мне нужно с ним быть рядом и рожать детей И вообще семью строить Ешар в своем выборе не сомневался Он так же, как и Настя, просил благословения у Всевышнего Посредством молитвы и стихары Нет, я не боялся, потому что для меня важно было Во-первых, я просил Бога о том, чтобы Он дал мне возможность встретить человека С которым я мог бы провести всю свою жизнь И я очень надеюсь, что Анастасия, это как раз тот самый человек И есть такая молитва из стихара, которую я совершал И я надеялся, что именно это решение, которое я возлагаю То есть я принимаю это решение, но я возлагаю надежды на Бога На Всевышнего Аллаха, чтобы Он меня направил в этом решении И в дальнейшем позволил мне, нашей семье Все-таки быть лучшими друг для друга Насте быть лучшим для меня, лучшей для меня, а мне быть лучшим для нее Муж ценит в Насте ее ум, веселый нрав, творческую натуру И все же ее лучшим качеством считает богобоязненность Мне кажется, богобоязненность и вера в то, что Все зависит от довольства всемогущего Вот это мне кажется важным То есть когда человек старается служить Богу То все остальное, по-моему, это уже уходит на второй план Судя по количеству развивающих игрушек, различных пособий Ешар и Настя уделяют большое внимание воспитанию собственных детей А во главе угла, конечно же, ставят духовные ценности Для меня самое важное, чтобы, естественно, так как мы религиозная семья Чтобы они впитывали в себя И мы с мужем своим примером им показывали Как нужно жить, ценности и ориентиры Чтобы им было легче жить в жизни Потому что я как человек, который принял ислам Я знаю жизнь до, я знаю жизнь после Я понимаю, что вот эти ценности, которые у меня сейчас есть Они мне очень помогают в жизни Они мне дают такую перспективу Они мне дают такую просто галактику возможностей Я хочу вот этот вот взгляд, вот это вот видение Я хочу передать своим детям, чтобы у них не было страха И они не боялись, что у них что-то не получится в жизни Чтобы они были уверены, чтобы они были долюблены Техническое образование помогло Насте легко научиться собирать красивые украшения Но чувство, что главное призвание еще ждет впереди, ее не покидало Наконец, после многих лет поисков Девушка познакомилась с искусством живописи на воде и бру Мне было тяжело смириться с той мыслью Я росла в другой среде, и меня воспитывали немного иначе Мне не говорили с детства, что самое главное предназначение женщины Это я сейчас понимаю, это семья и дети А мне говорят, что нужно работать Вот такая советская закалка Нужно работать, нужно состояться в жизни Нужно быть хорошим специалистом Нужно приносить пользу обществу Вообще, в принципе, надо быть цельной личностью В принципе, я думаю, что одно другому сейчас не вредит Дети могут подрасти Я потом смогу, в общем-то, выйти работать по профессии Это не сложно По словам Анастасии, и бру для нее не только средство невербального общения с миром И возможность его созерцания через водную гладь Но и способ поделиться своим восприятием прекрасного с другими людьми И ей хочется заниматься этим искусством и в будущем Ну, я все равно творю, что-то пытаюсь сделать, конечно же Это моя любовь, это моя страсть Это просто то, чем я сейчас живу Я всю свою энергию туда отдаю Если позволит жизнь, да, если позволит время и, соответственно, семья То, конечно же, я бы хотела развиваться как художник Я хотела бы развиваться как дизайнер украшений Вот, и, соответственно, меня бы это духовно обогатило еще больше, я думаю Пообщавшись с Настей, мне показалось, что она из тех редких людей Которые могут учиться и познавать что-то новое всю жизнь И это получается у них довольно легко Что-то, что касаемо меня, я бы хотела, наверное, стать такой хорошей, основательной, полноценной личностью такой У меня есть список качеств, которые бы я хотела, чтобы у меня были, да, я над ними работаю Естественно, каждый должен над собой работать Это не постоянная работа, непрерывная И вот я сейчас, я через пять лет, я вижу себя немножко иначе Потому что, естественно, я набираюсь мудрости, опыта, знаний каких-то Я вот бы хотела себя видеть там через пять лет более такой цельной личностью Более такой профессиональной в плане там и духовной, и в плане моего ремесла Конечно, стать более профессиональной, вырасти как художник Настя, а какую книгу, кроме Корана, должен прочитать каждый? Мне очень нравятся книги Халида Хусейни «Бегущий за ветром, тысяча сияющих солнц» Я вот прям плакала на взрыд, когда читала эти истории Мне очень нравятся и стих, и слог Мне очень нравится Рухан Памук, у нас много книг его, даже с подписью автора есть Меня зовут Красный, я сейчас читаю, очень нравится книга Самое удивительное и яркое событие в твоей жизни? Принятие ислама Я ставлю это на первое место, потому что это меня поменяло и обогатило как личность Выстроила все мои ориентиры И потом я уже теперь знаю, как и что передать своим детям Какую ценность вложить в своих детей Когда ты в последний раз плакала и почему? Позавчера, наверное, потому что очень устала Активные дети, да, у меня иногда выходят через слезы Каким своим качеством ты особенно гордишься? Я очень коммуникабельный человек Очень открытый, иногда меня эта открытость очень сильно ранит и подводит Я очень открыта людям, некоторые этим очень плохо пользуются А за что ты себя ругаешь? За вот эту вот открытость Иногда, когда пропускаю такие вот месседжи, да, которые бывают от людей Не очень хорошие месседжи, я имею в виду Вот тогда я думаю, что да, вот можно было бы, конечно, прочитать, считать это пораньше Можно было бы просто не совершить ошибку Вот я себя ругаю, что я очень доверчива Как тебе кажется, на что у тебя никогда не хватит смелости? Наверное, платок снять Что вызывает у тебя наибольшее раздражение? Самолюбование А чего ты больше всего боишься? Детей потерять Я прямо, у меня есть дуа, который я постоянно читаю, чтобы... Я не знаю, может быть, это какая-то паранойя или вот такой страх Или какая-то даже паническая атака Я очень люблю детей Ну, каждая мать их, наверное, любит своих детей Я боюсь, чтобы они... Я молю Бога о том, чтобы они ушли позже из жизни, чем я То есть я не хочу пережить своих детей Какой совет ты бы дала Насте, 16-летней? Больше читай, больше думай, развивайся и учись Твой любимый афоризм или высказывание? Мне очень нравится афоризм такой Высказывание Робин Драната Тагора Значит, спросили у дерева Расскажи мне о Боге И оно расцвело Вот меня просто очень зацепила эта цитата Потому что действительно в этом, наверное, есть вся суть Бог, Он везде Он вокруг нас Мы Его должны чувствовать Мы Его должны видеть во всех проявлениях природы, жизни В науке, везде, во всём Для меня это вот Всевышний, это всё Абсолютно А что для тебя значит счастье? Счастье, это когда мои любимые здоровые Когда мои любимые сытые Накормленные Улыбаются, смутся и не болеют Талантливый человек, талантлив во всём Именно такое впечатление производит наша героиня Сегодня мы познакомились с инженером горного дела Дизайнером Анастасией Лотаревой Это была программа «Призвание женщины» И я её ведущая Мадина Амагова До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok